Как найти своё предназначение? Как понять, что нашёл предназначение своё? И, наверное, вот таким образом. Иногда проблемы у них предназначения, а возможности что-то делать. Если говорить техническим языком, то у вас в психическом теле нарушено движение праны, связанное с деятельностью. То есть прана — это энергия, дающая волю человеку, дающая концентрацию внимания, способность активно трудиться, не уставать от работы. И есть ещё поражение. Человека пять психических слоёв, на третьем психическом слое находятся мысли человека. Там у вас блок, там, где мысли, вот энергии праны, там, блокирования. То есть вам тяжело думать, когда вы что-то делаете. И вы думаете, у вас такая мысль в голове, что если вы найдёте своё дело, которое вам нравится, то тогда вот это всё у вас включится нормально, и вы будете думать нормально, действовать нормально, и у вас не будет никаких проблем. на самом деле эту функцию можно включить только с помощью длительного движения. Вот вам надо минимум ходить 2 часа 40 минут раз в 4-5 дней, а максимум 4 часа — это всё психическое тело очищается. Если так непрерывно ходить 2 часа 40 минут, то через 6-7 месяцев вы пробьёте этот блок, и у вас заработает нормально голова с точки зрения возможности действовать. А дальше уже с этого момента начинается уже предназначение. Понимаете? Вот какое у вас образование, чем вы занимаетесь? Я врач-косметолог. В принципе, у меня в плане работы всё в порядке, но я думаю, может быть, что-то другое у меня по предназначению. Может быть, я не тем таким образом. Вот, видите, вот вы опять же в свою сторону. Думаю, работа у меня любимая. Но тогда о чём вопрос? Если вы задаёте его вопрос, значит, то, что я говорю, имеет место быть. То есть вот этот период, который создал этот блок, начался где-то год и два месяца назад. И вот ещё полгода у вас трудности с работой, вам тяжело работать. Вот это вот то, что я говорю, это из этой оперы. А что касается косметологов, то если астрологически говорить, то у вас Юпитер даёт вам деньги. Ну то есть это лечение может быть. Или общение с людьми. Если чисто говорить вот по вашей специальности, то больше ей управляет Венера. То есть это означает, что Венера должна давать деньги. Но она вам не даёт деньги. Там у вас сложности. А вот если вы косметологию преподаёте или людям что-то объясняете во время этого процесса, тогда это уже срабатывает. Венера активизировать. А вы не сможете активизировать, потому что это или дано человеку или нет. Это, допустим, если бы я спросил какого-нибудь другого Олега Геннадьевича, а как мне стать повыше? Какой у вас есть такой? Турничок. Не, невозможно. Вот. То есть так и Венера тоже. Меркурий у вас активный. То есть можно преподавать что-то, давать людям знания. Чуть-чуть сработают продажи. Вот вы, допустим, можете продавать свою косметологию. Это у вас работает. А Венера, допустим. Есть люди, у которых сильная Венера, активная Венера. Она будет давать деньги. Вот, допустим, вот у мужчины вот с бородой. Да. У вас, да, активная Венера. Она может давать вам деньги. Вот чем вы занимаетесь? О, видите, приключения на свежее. Это Венера. Отдых. Зарабатывание на отдыхе. Понимаете? Он нашел свой предмет начальника. Ну, вы тоже нашли. Это нормально для вас. Вы по природе врач. Ну, то есть вы говорите косметолог. А есть еще понятие врач такое. Вот вы врач по природе. Вы можете людям помогать, давать им знания, лечить людей. Вот это ваша природа. В принципе, да. Спасибо. Но не забудьте, что я вам сначала начал говорить о чем. И по главу вам, Олег Геннадий, что вы учите нас жизни. Я, по-моему, всю жизнь живу в стрессе. И вот я сейчас уже... Вы просто суетитесь. В стрессе у вас... У вас тоже вот нарушение движения праны такое, что вам надо себя преодолевать постоянно. Вы себя как бы заводите. Это тоже связано с блоком. На втором психическом слое эмоции находятся у человека. И там у вас тоже блок праны. И вы поэтому эмоционально пытаетесь, ну, себя включить в деятельность. И это чрезмерная активность вот такая. Она называется суетой. Вам не нравится, что вы суетитесь. Это побеждается только длительным движением. Это не стресс, это называется суета. Вот эту суету надо убирать. Вот на данный момент у вас стресса нет. На данный момент. У вас стресс был полтора года назад. У вас была какая-то трагедия какая-то в жизни была там. Может, кто-то ушел из жизни, я не знаю. Полтора года назад у вас был стресс. Сейчас вы из него вышли. Но суета, как она была, так и осталась. Вы всю жизнь суетитесь. Ну, так-то да. Другодевичья фамилия у меня Суетина. У меня вопрос... Значит, не вы первая. Значит, это до вас уже кто-то там суетился. И вот так прозвали, поэтому... У меня вот вопрос такой. Я как-то работала с работы, я пошла работать в храм. Работала я там, ну, пять месяцев я работала в уборщице. Еще три месяца работала. Я просто, ну, во славу Богу, там на свечах помогала. Ой, молодец какой. И мне встречается мужчина, с которым я раньше была знакома. Значит, ну, мой первый муж, я с ним была разведена, он потом заболел и умер раком. И вот этот мужчина, с которым я сейчас сожительствую уже второй год, он пьяница. И это третий пьяница, которого я пытаюсь в жизни спасти. Вот прям кидаюсь их спасать. А что вы, зачем вы знакомились, если вы знали, что он пьяница? Не знаю, у меня какая-то пелена прямо в глазах. И мне теперь, я очень пожалела, то, что я сошла с ним, а не осталась работать в храме. У меня всегда вот такое возникает. То есть вы хотите, чтобы я сейчас вас развел и вас в храм отправил, да? Или что? Мне что, уйти от него или остаться, отрабатывать в храме? Ой, моя хорошая, я не могу такие вопросы решать. Я же не был. Я и двух священников ослушалась. Ну меня тоже ослушаете, значит. Что тогда меня спрашивать? Я же не священник. Что, просто принято? Ну я просто остаюсь. Я не могу ничего решить вам, сказать ничего не могу. На Божью, так сказать. С пьяницей жить это очень тяжело и опасно. Тяжело, да. Надо жить отдельно, ставить условия, если вы как бы, если он реальный пьяница. Потому что иногда мужчины там чуть выпивают, это не так страшно. А вот прямо если пьяница, он там в дриск каждый день там писет в постель. Ну нет, такого нет. Просто все свободное время, все выходные выпивает. Ну то есть он работает много, да? Да. И в выходные выпивает. Да. Пьянство это когда на пятом психическом слое блок статического напряжения. Это нехватка энергии воды в организме. Это надо в выходные его водить в бассейн. Если он будет в бассейн ходить, то он перестанет пить со временем. Спасибо. Надо убирать просто этот блок. Человек, когда вот этот блок на пятом психический слой отвечает за глубокое удовлетворение. А нехватка энергии воды дает отчаяние человеку в жизни. Он в отчаянии находится, когда ему делать нечего, ему надо выпить. Или по бабам гулять. Два варианта есть у мужчин. По бабам или выпить. И обычно у человека нарушен сон на засыпании. То есть он плохо засыпает, да? Ну да. Ворочается долго или поздно ложится спать. Ну да, есть такой сон. Ну вот это блок на пятом слое статический. Надо в бассейн ходить и там, если 28 градусов вода, то 70 минут надо безвылазно в воде находиться, чтобы дошло до пятого слоя вода и пробило его этот блок. Спасибо. Так, ну перед, перед, женщина, вот перед. Спасибо большое. Не было какой-то вопрос. С детства я очень боюсь темноты. Вот с 19-й, 3-4-х мне берут... Я могу вам ответить на ваш вопрос. В прошлой жизни вы ушли из жизни, вот неожиданно в темноте, насильственной смертью вас убили. И вы, если, мои хорошие, если вы меня спрашиваете, то не надо вот так пожимать плечами. А ясно, ясно, что вы этого не знаете. Я знаю, я вам говорю об этом. Вот. Вот, если вы меня спрашиваете, слушайте. Вот. И в каком бы состоянии человек не уходил из жизни, это состояние потом жизненной нитью идет через всю следующую жизнь. И поэтому вы с детства боитесь темноты, потому что стресс, вот в момент смерти человек испытывает вот это состояние, и потом он уже дальше с ним живет. И это не только у вас, это, ну, у всех людей момент смерти запечатляется, и каждый человек, он... Вот это лейтмотивом движется по всей его жизни, вот это состояние. Допустим, вот девушка в отчаянии ушла в прошлой жизни, да. Поэтому вы в состояние отчаяния быстро входите, вспыхивает отчаяние у вас внутри быстро. Это тоже результат прошлой жизни. И как бы человек борется с этим всю жизнь. Кто-то высоты боится, кто-то боится замкнутого пространства, значит, завалило чем-то человек. Кто-то огня боится, значит, сгорел. Ну, то есть, очень сильно вот с прошлой жизни эти впечатления остаются в сознании. И я могу видеть это каждому человеку, даже не надо рассказывать. Да, возможно, это называется так можно. Ну, если техническим языком, как бы говорить, то вот эти состояния, они запечатлеваются на пятом психическом слое. Вот у человека есть три психические энергии. Есть энергия воды, или на санскрите это называют энергия отжаса, энергия праны, или энергия воздуха, энергия солнца, или энергия тэджаса. У вас на пятом психическом слое блок энергии солнца. Я это называю негативным тонусом. То есть негатив, там, заложен внутри негатив сознания. Надо включить на то же самое. Ну, самое интересное, что когда у меня муж очень рада кушал, мой любимый муж, а у нас в этой жизни я спал с детьми маленькими. И вот с ними в доме мне было комфортно, я боюсь очень. Да, 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 я понимаю. Когда человек попадает в какую-то среду хорошую, ему легче переносить эти страхи все. Ну, то есть, это побеждается с помощью двух с половиной суток поста. Ну, пост, он негативную энергию, он засасывает энергию солнца в организм, пост. Вот, поэтому люди постятся на воде, потому что без воды жарко становится. Человек, когда постится на воде, он охлаждает себя. Вот, и 12 часов поста, один психический слой, потом два слоя, 24 часа, потом 48, 36, 3 слоя. 60 часов, это пять слоев, два с половиной суток. Дальше, после двух суток, полсуток будет лечиться ваш блок на пятом психическом слое. Будет тяжело переносить вот это вот, именно через два с половиной суток будет тяжело поститься. Но именно этот пост регулярный, раз в три недели, раз в месяц где-то, чаще не надо поститься так долго. Этот пост уберет ваш, ваш вот этот негатив, связанный со страхом темноты. Спасибо. Молодой человек. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рад вас видеть, живьем. Ну, мне все время говорят живьем. Это знак какой-то, что ли, я уже должен этот, а вот. Мой вопрос связан с моим предназначением. Хочу вас спросить, чтобы вы мне помогли увидеть, чем хочет, чтобы я занимался в своей жизни Бог. То есть, мое социальное предназначение, как мне зарабатывать деньги, найти свою любимую работу. Вот смотрите, вот предназначение слова, оно очень широкое. Вот цель человеческой жизни — это приблизиться к Богу, вот любого человека. Животное, оно имеет другое предназначение. Ее предназначение — это пытаться выжить. Ну и большинство людей тоже пытаются выжить. И часто предназначение, глубокий жизненный смысл связывают с выживанием или с работой. Выше работы стоит помощь людям. Если человек, допустим, на работе не мотивирован деньгами вообще, он просто хочет помогать людям, то его предназначение стоит выше. Ещё выше, когда человек своим предназначением считает постичь высшую истину, разобраться в высшем смысле жизни. Это ещё более высокая мотивация. Но если человек мотивирован чисто выживанием, тогда он выбирает деятельность, которая ему больше подходит. Но она не приносит глубокого удовлетворения. Это то же самое, как спросить, допустим, задать вопрос Олег Геннадьевич, «Как мне правильно какать, чтобы я испытывал счастье?» Понимаете? Ну, какать, кушать, спать или добывать еду — это является выживанием, это не является предназначением человека. Поэтому если говорить о высшем каком-то предназначении, то это прежде всего деятельность направлена на благо других, молитва, духовная жизнь. Но также человек должен быть удовлетворённый в работе тоже. Удовлетворение в работе — это важная часть жизни человека. Понимаете? Но удовлетворение в работе зависит сильно от мотивации. И вот эта вот мотивация, она меняется всю жизнь. И она поэтому даже может и деятельность поменять. Вот, например, неразвитый, допустим, мужчина, я называю таких мужчин ватрушками. Ну, то есть он вообще, у него не включена воля. И он вообще ходит, думает, что мне делать? Мне что не хочется делать? Где вот такое место, где деньги дают, а делать ничего не надо. Вот он и так вот живёт. Потом дальше, когда мотивация становится выше, у человека появляется желание делать что-то для своего удовольствия. Это самый низкий вид мотивации. И тогда человек начинает заниматься хобби. Вот он чем бы ни занимался, это хобби для него. Хобби означает, я вот это могу делать, это не могу. Ну, допустим, представьте, руководитель пришёл на работу, и он, ему дали задание там, он должен работать с персоналом. И он говорит, вот мне нравится собрание проводить, а вот контролировать их я не хочу. Давайте два человека возьмите, один будет собрание проводить, а другой будет всех контролировать там, как бы им давать задания там и так далее. Понимаете? Это реальный случай, я вам рассказываю. Этот человек просто находится на стадии хобби. Он не развитый как личность. Он может делать только то, что ему нравится. Или человек рисует картины, продает, никто не покупает. Он говорит, ну красивые же картины. Эти картины только ему нравятся, потому что он для себя рисует. Он для кого другого не рисует. Это называется на стадии хобби человек находится. Ему нравится что-то делать, но это никому не надо. Следующий этап развития — стадия деятельности по способностям. Человек чуть-чуть развивается сильнее, и он открывает свои способности зарабатывать деньги, потому что у него сильная мотивация появляется. Может быть, он женится, и жена его душит. Или ещё какая-то причина. Ну и он начинает очень активно трудиться с целью зарабатывания денег. И он, ну, мотивируется деньгами. А у человека есть способности к зарабатыванию денег. И там, где способностью срабатывать больше всего, он этим и занимается. И у человека тогда мотивация вот этого вот зарабатывания денег, она заставляет его много работать, но удовлетворения сильного нет, потому что природа человека не заключается в том, чтобы вот грести на себя. Он же не барсук, ему нравится обмен с окружающими людьми, какая-то любовь. Вот, поэтому существует ещё более высокая природа, называется «деятельность по своей природе». И деятельность по своей природе, она находится, её как бы мотивирующая часть находится в разуме. Разум — это такая функция человека, которая направлена на высшие какие-то аспекты счастья, удовлетворения. И только когда человек начинает бескорыстно действовать, вот, допустим, Микеланджело, он делал статуи из мрамора, но он это делал абсолютно бескорыстно, и он жил 94 года и дышал этой мраморной пылью, и вообще не болел. У него была такая высокая мотивация, что он по 14 часов в день работал, и вообще не знал вот никакой усталости. И он хотел, чтобы люди были счастливы, глядя на эти вот статуи. Понимаете? То есть ещё более высокая мотивация — это когда человек хочет свою жизнь отдать Богу, и тогда он отрекается уже от деятельности, он становится выше деятельности. Это самый высокий уровень развития Личности на Земле. И человек начинает жить на благо других, удовлетворяя Бога, делает то, что Богу нравится. Это самая высокая мотивация. Поэтому всё зависит от того, насколько человек развит. Деятельность от этого сильно зависит, понимаете? Мы не можем через себя перепрыгнуть. Есть стадии развития. Мне просто так вышло, что я много лет занимался той деятельностью, которая не приносила мне удовлетворения. Очень такой тяжёлой. Какая деятельность какая? Такой физической работы. Я снимал свадьбу оператора. Да, Венера и Юпитер у вас включены. Я сейчас думаю, в какую сферу лучше не податься. Есть определённые мысли? Ну, какие мысли? Больше всего мне нравится консультировать с людей, рассказывать о здоровье. Нет, денег не будет. То есть у лекции-то деятельности нет? Ноль. Венера дают, только Венера дают деньги. Вот все люди, которые чуть-чуть лекции послушали, все хотят коучингами быть, психологами, консультантами. Вот все повально прям, я смотрю. Никто работать не хочет. Все хотят консультировать. Какой сфер на лучшее податься? Ну, Венера включена. То есть творчество какое-то, вот съёмки хорошо. Может быть, съёмки фильмов там, ещё что-то вот такое. Что-то вот связанное с кинематографом прекрасно. С камерой. Ну, вы должны перечислять. Я не могу вам прямо сам выдать. А что мне делалось с моим желанием вот этой вот электрической деятельности? Как ты это делал себе? Вы можете делать слайд-шоу или какие-то такие визуализации, такая красивая, через это давать знания, через какие-то искусства, допустим. Но просто вот бла-бла. Для этого должны другие планеты быть включены. Вот люди вас не будут слушать. Вот вы будете рассказывать, они будут вот так. А если вы будете... Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала. Если вы будете петь, тогда они будут слушать вас или, допустим, танцевать, или показывать, кто как танцует, или показывать слайд-шоу. То есть вокалом можно заняться, да? Ну, наверное, не вокалом. В Питере должен сильно включен быть. Скорее, больше как бы не самому петь, а что-то показывать какие-то, через какие-то представления образовывать людей, если вы хотите их образовывать. У вас это тоже есть. Юпитер тоже, он действует, но только через Венеру. Он сам по себе не включен. Вот я тоже могу иногда на лекции подпеть, но если я буду петь, все будут угорать и разбегаться. Мы просто там что-нибудь отчебучить на лекции, все вместе с вами все просыпаются. Вот. Ваш вопрос, мужчина? Что у вас был за стресс такой? Вы прямо еле выкарабкались, садитесь. Мудрость, когда человек побеждает, он мудрым становится. У вас был такой период, года два, наверное, который сделал вас мудрым. Всем, кто меня видит и слышит, добрый вечер. А вопрос такой. Вы верите во второе пришествие Христа на облаках небес? Да зачем вы меня об этом спрашиваете? Хочу найти единомышленника в этом зале. Я когда был в Иерусалиме, первое, что мне хотелось, мне хотелось попасть в гробу Господню. И даже не к Нему, а скорее вот этот камень, на котором Он лежал. Я потому что чувствую время. Я настроился на 2000 с лишним лет назад. Ну, мы знаем, сколько лет назад Иисус Христос родился, да? Все знают, да? Надеюсь. Какой сегодня год? Столько лет назад и родился. Я вот это время назад настраивался, настраивался. Я увидел его рождение, почувствовал. И увидел, как до этого была тьма, а когда он родился, свет. Вот во всем мире. Тьма, свет. Вот такая вот разница. Это меня очень сильно впечатлило, такое видение. Но слово «вера» для меня — это вот я, понимаете, я, как я себя считаю, таким ученым интуитом. То есть я как бы определенные исследования этого мира делаю. И я верю только в то, что я вижу. То, что я чувствую, вижу, я в это верю. Но то, что вы говорите сейчас, я не могу это увидеть. Поэтому я не могу в это верить. У меня другой склад ума. Я вот увидел то, что увидел, в это я верю. А верить в какую-то идею я не могу. Мне нужно исследование и подтверждение моим восприятием того, что если я что-то увидел, я в это верю. Например, я могу видеть ваш стресс. Вот в это я верю. А то, что я не вижу, я не могу в это. Но если вы чувствуете это, вера означает какое-то ощущение вдали. Ощущение, что что-то будет. Ощущение такое вдали. Да, аминь. Вот это ваше уже. Вам надо с этим жить. Молиться этому. Я понимаю, о чем вы говорите. Я вижу, вижу ваше видение. Но сам я им не обладаю. Спасибо. Вера означает, что человека чувствует, что-то чувствует внутри. Невозможно верить просто так. Допустим, Меделеев, он верил в свою таблицу, потому что он ее чувствовал. Но потом ее и увидел во сне, в конечном счете. Ну, невозможно верить просто так. Но вера — это ощущение. Ваш вопрос? Ваш вопрос? Олег Геннадьевич, у меня начались проблемы по-женски. Таблетками лечиться не хочу. Как мне быть, или как успокоиться, может быть, сама много прийти к одному? Ну, первое, надо наладить вечернее питание. Вот позавчера... Не надо отдавать микрофон. Позавчера вечером... Вы чем обкушались? Что вы там, сладкое наелись или чего? Сладкое. Вот это сразу дало реакцию по-женски. И поэтому вчера где-то к 11 часам утра у вас было обострено. Чисто от этого питания вечером. А вообще в целом у вас нарушено движение энергии Солнца в организме. И поэтому скапливаются токсины в организме. Токсины идут в нижнюю часть тела. И поэтому они поражают в данном случае женские органы. И это побеждается длительным движением и постом. Двумя вот этими практиками. То есть нужно двое суток поститься. Можно на зелени, допустим, на соках зеленых, например, лист салата помогает женским функциям. Можно пить сок листа салата на блендере взбивать двое суток раз в три недели где-то. Можно в баню ходить. У меня есть методичка по здоровому образу жизни. Там написано, как правильно в баню ходить. Там определенное количество пребываний в парной тоже токсины сжигает на этом уровне. То есть надо эти токсины сжигать и надо знать, что после шести вечера нельзя есть зерновую пищу, бобовую, молочную, сладкую, мясо, либо яйца. Можно есть овощи, тушеные овощи, фрукты, сухофрукты, орехи. Можно есть гречку, киноа, пшено, это не зерновые крупы. Можно есть мед даже. Он не вызывает вот это, токсины не увеличивает в организме. Но вы поели что-то с кофе, с какао связанным, какие-то шоколадки там, что-то такое, может быть, тортик коричневого цвета. Я сама осталась больше к стрессу, никак не делала. Вы слушаете или говорите? Если Вы склоняетесь, то склоняетесь. Я-то тут при чём? Я конкретно вижу Вашу жизнь и говорю Вам, что с Вами происходит. Этот процесс у Вас начался 9 месяцев назад, потому что в это время начался период, который начал уменьшать энергию Солнца в организме и увеличивать интоксикацию. И интоксикация в организме увеличивается, когда Солнце садится. И после 6 вечера надо всем людям на Земле очень аккуратно питаться. Если питаться неаккуратно, то дальше начинают копиться токсины где-то в организме, где есть склонность. И это приводит к 3 стадиям. Первая стадия это увеличение токсинов, вторая стадия доброкачественной опухоли, третья стадия злокачественной опухоли. Лишний вес также означает первая стадия перед доброкачественной опухоли. У вас уже переход на вторую стадию, уже начинаются доброкачественные опухоли в организме. Если не послушать моих советов, то через 3 года опасность злокачественной опухоли уже начинается. Да, конечно. Мы же здесь пришли с вами лично общаться, я же не как бы не в облаках летаю, вам рассказываю конкретно на вашу жизнь. Видите, не только вам я рассказываю, еще другой женщине параллельно сказал. Значит, я вас вижу, 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 а вы гроздили, вижу, вижу дом, ее номер один. А что, моя хорошая? Конечно, отрицательные эмоции являются, потому что отрицательные эмоции это тоже нехватка энергии солнца. Он так и называется, негативный тонус, нехватка энергии солнца. Человек, когда все равно, не, вы видите, плохо, это тоже нехватка энергии солнца. Вот когда у женщины хватает энергии солнца, она становится красивой и ей нравится любить людей. Вот женщине нравится любить людей, это значит, что они энергии солнца. Мужчина, он жизнерадостным становится, то есть у него радость внутри себя, а он ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, это у него солнца хватает. А у женщины ей нравится любить людей, а когда ей все плохо, никто не нравится, все плохие, особенно муж, то это значит, что не хватает энергии солнца. И в это время токсины начинают вырабатываться в организм. И побеждается это солнцем, постом и баней. И положительными эмоциями. На которой, в принципе, я не нужен. Вы и сами можете радоваться. Если вы нахмурясь, вылетите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своих знакомых, вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Да, несомненно, в вашей жизни было событие, которое вас разочаровало. Но это тоже надо побеждать уже с помощью молитвы, духовной практики. Нельзя идти на поводу событий. Понимаете, вот как есть два вида цветочков. Один цветочек чуть не так, он сразу завял, а другой пытается расти дальше. Вы какой из двух цветочков? Вы пытаетесь расти? Нет, вянете, плохо. Надо пытаться расти. Расса. Жизнь — это борьба, надо сражаться. Не надо думать, что все будет так, как я хочу в этом мире. Не все собрались в зале, где организаторы, или еще ответ на вопрос? Пускай скажут мне организаторы. Просто важно понять этот момент. Когда лекция начинается, они уже, те, кто не пришли, они уже начало не услышали. Девушка, ваш вопрос в черном? Да. Завтра в 7 утра у нас будет пробежка вдоль набережной. Мы возле мужика на коне собираемся. Мужика на коне знаете? Я забыл, как его зовут. Засекин. А? Засекин. Как? Засекин. Засекин, да. Вот, в 7 утра возле Засекина собираемся, и побежали. Кто-то ползет, кто-то идет. Я буду бежать 17 километров. Будем бежать километр туда, километр обратно. И когда будем встречаться, будем радоваться друг к другу. И кричать «Счастье! Доброе утро!» Мы в прошлый раз, когда так бегали, один мужик, он, когда мы пробежали мимо, мы ему говорим «Доброе утро!» Он говорит «Доброе утро!» И потом, когда мы второй раз назад побежали, мы ему кричим «Доброе утро!» Он говорит «Я с вами уже здоровался!» И отошел в сторону, потому что понял, что мы его будем доставать. А потом, когда он увидел, что мы здороваемся со всеми «Доброе утро!» Он говорит «Доброе утро!» Ему, наверное, скучно стало, он опять спустился вниз и ждет, когда мы пробежим. Мы пробегаем мимо ему «Доброе утро!» Он говорит «Доброе утро!» Он говорит «Доброе утро!» Начал с нами здороваться. Вот. И так вот мы бегали. Потом мы пошли в «Волгу» купаться. У нас ничего не поменялось. Такая же программа будет сегодня. Мы будем бегать сначала. Надо потеплее одеться. А потом пойдем купаться в проруби. В «Волге». Ну, в «Волге» больше только прорубь уже есть. Вот. Когда мы стояли в «Волге» 22 градуса, мы 40 минут стояли, чтобы 5 слоев прочистить. А сейчас достаточно 4,5 минут. Чем холоднее вода, тем быстрее скорость чистки. Вот я сегодня, когда ехал из аэропорта, мы заехали… Как называется? Парк-отель «Озерки». Парк-отель «Озерки» мы заехали. Вот. И там баня есть и прорубь. Возле бани, в озере. И когда мы залезли в прорубь, то три собаки там с другого берега ломанулись такие. И они начали на нас гавкать. Но когда мы залезли в прорубь, они такие… И побежали назад, короче. Им холодно стало что-то. Не испугались. И побежали назад. Вот. И это так классно. Контакт с водой, такая чистота внутри становится хорошо. Потом мы в бане побежали. Вот Володя, он первый раз в жизни это сделал. Ну, правда, зачем-то закурил, покурил сначала, и потом в прорубь залез, и нам вонять начал этим табаком. Я ему чуть по шее не дал. Вот. Вот так в целом. Как, Володь, нормально? Понравилось? Понравилось? Все, зачем я на гимнобота, чтобы убрали в горе. Все это прошло. Прошло, да? Да. Он испугался и перестал болеть. Все нормально. Ну, вы не обязательно просто можете постоять, посмотреть. Это вдохновение, это важная часть жизни. Вот если вы вдохновитесь, тоже будете ходить потом или бегать. Вот. Собрались все, да? Все. Я рад вас всех видеть. Спасибо, что нашли время прийти на мои лекции. Маслина, вы девушке дали слово. А? Слово дали девушке, она сможет? Это уже, у меня альцгеймер начинается. Можно ли сказать? Да. Да, 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 нормально, девушка. Простите. Добрый вечер, Андрей Геннадьевич. Первое, что хочу сказать уже второй раз на ваших лекциях. И очень рада, что вы есть, что вы к нам в Самару приезжаете. Я есть. Это у меня, когда жена говорит, я так счастлива, что ты есть. Я говорю, да, я есть, ем. А, что у меня есть. Я говорю, да, я у тебя есть, ем и буду есть. И у меня ситуация следующая сложилась, после последнего раза вашего визита в Самару, где-то через полгода у меня просто очень тяжелый период в жизни начался. Да, 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 вижу. Личная жизнь начала, да, сыпаться? Здоровье потом начало страдать. Сначала личная жизнь, потом здоровье. В итоге мы все равно развелись. Прощай со всех вокзалов, поездам уходят далеко. Не жалейте ни о чем в жизни, не жалейте ни о чем. Я просто никогда, я всегда считала, что у меня муж самый лучший для меня, и я не видела для себя другого. Вот это в этом проблема. Если человек человека с Богом начинает путать, это приводит всегда к стрессу. Бог – это Бог, а муж – это муж. Мужу надо служить, но не надо верить в мужа. Если любовь и вера начинается, дальше стресс. Все, это железно. В ребенка поверила – стресс. У меня ребенок индиго – стресс дальше будет. Мужа поверила – стресс. В работу поверила – у меня самая лучшая работа. Значит, решишься этой работы. Стресс всегда начинается, когда человек неправильно формирует свою веру. Потому что цель человеческой жизни – это самое главное, и Бог следит за этим. Если мы цель жизни неправильно выбрали – стресс дальше. Причем, может, не обязательно даже в этой жизни. Может быть, в прошлой. Понимаете, бывает безответная любовь. Знаете, что такое безответная любовь? Человек долго любит другого человека и не может его забыть. А дело, проблема – это не в этом человеке, а это… Надо смотреть далеко, далеко, назад. С вами поговорим об этом на втором ряду. Вот вы ко мне на лекции приходите часто. Да. А? Из Казани. Из Казани. Но я вас лицо-то помню, не знаю откуда. У меня все перемешалось. Через каждые три дня в Новый Город. Ну, давайте я с вами закончу. Я просто сейчас не знаю, как мне выйти, что делать. Я на данный момент стараюсь каждый день молиться по 40 минут, как минимум. Я работаю… Но вы общаетесь с этим человеком? Вот я работаю у него в клинике. Мы видим, если прямо минуты 2-3… И вам хватает на весь день, да? У меня немножко потрясывает, но потом у меня проходит. То есть в те минуты, пока я его вижу, да, потом… А что он… Как вам относится сейчас? Он относится хорошо, но… У него вроде как другая та же девушка, с которой он изменил, из-за которой мы развелись. Ну, не волнуйтесь насчет той девушки. Они жить не будут вместе. Она очень капризная. Вы же ее знаете? Да. Ну, видите, она как себя ведет. Она капризничает, ведет себя очень надменно с ней. И он с ней не останется, с этой девушкой, но и к вам не вернется. Потому что вы потеряли себя. Когда человек, ну, униженный, он некрасивый. С некрасивым человеком невозможно быть счастливым. Надо быть самодостаточным. Для того, чтобы с тобой кто-то имел дело. Вы же красивые? Да. Ну, давайте выбирайте цветочек самый красивый у нас. Для меня. Да, идите мне, цветочек будете дать. Вот самый-самый красивый вообще. Чтобы самый красивый был. Ну, вот какая девушка красивая такая. Это самый красивый, да? Да. Давайте в ней несите сюда. Всё. Видите, какая она хорошая. Мне цветочек дали. Всё. Ну, вот спасибо вам большое. Давайте разберемся с вами. Давайте разберемся с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Идите сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Я теперь вам дарю отсюда. Счастья вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Иногда благословение нужно дать человеку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Специально для вас я сейчас посвящаю вам песню. Очень красивая песня. Я её с детства люблю. В этой песне заложен глубокий философский смысл. Который вам поможет в жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Столько таких классных парней, настойных вас. Этого придурка надо... До свидания. Такую девушку бросил. Нафиг он нужен такой? А теперь слушайте меня внимательно. Я вам буду рассказывать то, что вы не знаете. И если вы глубокомысленный человек, вы услышите мой рассказ и поймёте его. А сейчас, пока вы в глубоком недоумении находятся. Так... В прошлой жизни вы жили выше земли. На одной красивой планете. Там очень много гор. Она такая уютная. Красивая планета. Вам иногда снятся такие сними. Очень красивое место такое. Природа. Такие... В горах леса такие. Красивые. Вокруг горы. Красиво. Я вижу это место сейчас. Очень красивое место. Вы жили в подножье такой горы. В домике таком небольшом деревянном. Вы видели этот домик во сне. Знаете, о чём я говорю. В прошлой жизни вы жили 130 лет. Потому что чем выше планета, тем больше продолжительность жизни. И так как эта планета выше земли, поэтому там другая жизнь. Там более благородные живые существа живут. Там люди. Мы по образу подобию Бога созданы. Поэтому там тоже как люди такие живые существа. И вы там, когда вам было где-то 21 или 22 года. И так вы познакомились с человеком, с которым вы прожили 83 года вместе. Представляете, 83 года. Вы так долго с ним жили, счастливы, никогда не расставались. И вот этот человек просто, которым мы сейчас в клинике работаем, просто похож на того человека. Вот если вы к нему подходите, к этому человеку, вы видите, что он не совсем соответствует тому, что вы вспоминаете. Вот в вашей памяти вы его любите больше, чем при встрече. Так ведь? Когда при встрече вы смотрите на него и думаете, что такое? Почему он не такой, как я его вижу? Потому что вы видите другого человека, который вас не предавал. Не этого придурка, который вас бросил. А другого, понимаете? И вот из этой путаницы вы сейчас страдаете. А на самом деле причина вашего страдания заключается в том, что там, на той планете, вам надо было больше о Боге думать, а не о человеке, понимаете? Из-за того, что вы о человеке думали, попали на землю. И цель вашего рождения здесь – это победить вот эту вот память о человеке, которая вас сейчас мучает. И вот в этом вы и занимаетесь сейчас. Вам надо научиться верить в Бога. И тогда вы вернетесь назад на свою планету. Будете опять счастливы уже. А здесь вам тяжело? У вас здесь все чужое. Вы ходите и видите, все чужое. Не то, что я хочу. Так? Так. Разобрались с ситуацией? И запомните, если человек от Бога отворачивается, даже из-за человека, не важно, дальше будет страдание. Потому что цель человеческой жизни – с каждой жизнью все ближе, ближе к Богу быть. А вы отдалились от Бога в эту жизнь. Забыли про Него, думали о человеке. Поэтому сейчас мучаетесь, вспоминаете этого человека. Это называется безответная любовь. У вас то же самое. Не сейчас. Было раньше. Долго вспоминали вы человека. Раньше. Тоже такая же ситуация. Тоже в прошлой жизни более высокая планета. Тоже длительные отношения. Все то же самое. Вот. И не только у вас есть еще даже очень популярные певцы, которые тоже так же страдают. И песни об этом поют. Поэтому стресс – это важная часть жизни. Я вижу того человека. Он ушел из жизни на той планете. И вспоминал о вас все время. Жил один. Он ушел из жизни. Полтора года назад где-то вы расстались с этим человеком. Вот в это время он ушел из жизни. Одновременно. Вот вы расстались и он ушел из жизни. Вот моя хорошая. Так что мы путаем все. Путаем в этом мире. Одного с другим. Думал мужчина. Оказалась чертовщина. Надо плюнуть ему на плешину и послать плешину. Потому что это не тот человек, о котором он вспоминает. Посмотрите внимательно на него. Вы видите, что там пустота в этом человеке. Холод. Там нет того, что вы любите. А то, что вы любите, это другой человек. И чтобы его дальше любить, вам придется сначала Бога полюбить. Потому что когда человек любит Бога, любит человека, то это любовь-зависимость. Не любовь-служение, а любовь-зависимость. Это такая любовь очень неправильная. И она жаркая по своей природе. Она вызывает сжение психики. Человек горит весь. Ему тяжело. Психика не выносит. Потому что когда мы любим человека, мы хотим ему наслаждаться. Потому что в человеке нет вот этого вот свойства отдавать. У него есть свойства была брать только в Боге и в святых людях, которые привязаны к Богу, и свойства отдавать. Поэтому, когда человек на человека настраивается, он, если бы на Бога настроился, он бы хотел отдавать, служить. И у него бы искреннее понимание, правильное понимание о любви просыпалось бы. Он бы служил, радовался всем людям на земле. И когда человек любит Бога, он служит, заботится по себе, радуется. И когда человек любит человека, он перенимает от человека желание себе любить, себе любить брать. И жар появляется внутри, понимаете. Это чувство жжения такой, зависимости, страдания, не просыпается у нас. Любовь – это энергия божественная. Но когда мы ее используем не для Бога, а для человека, то любовь означает перенимать, копировать что-то. Мы не то копируем, мы искверняемся. Поэтому любовь к человеку, она по природе горячая такая, очень болезненная. А любовь к Богу, она приносит чистоту, радость, просветление, счастье. Смысл жизни притает человек, когда любит Бога. Понимаете? Вот это вам надо постигать сейчас в жизни. И это касается всех людей на земле. Это любовь к человеку. Теперь, допустим, любовь к Богу человек не сразу с Богом взаимодействует, он сначала взаимодействует с человеком, который любит Бога. Это называется духовный наставник или духовный учитель. И в это время, когда человек начинает любить такого человека, это другой вид любви вообще. Это не такое, не как желание обладания любовью, а это любовь очень чистая, светлая, возвышенная. Она благородная очень, такая любовь. И тогда другие ощущения от этой любви возникают. Давайте послушаем песенку об ощущениях любви, которая уже приближается к любви к Богу. Это уже почти любовь к Богу. Любовь к старшему, это почти. Именно к святому человеку. Стресс она, кстати, не вызывает. Она вызывает чистоту, счастье, разлуку тоже, но не стресс. Стресс – это когда человек тает, сгорает, он плохо становится, он не знает, зачем жить, он становится некрасивым. Когда человек любит наставником, он становится красивым, счастливым, но разлука тоже есть. Вот девушка поет, потому что она посвятила свою жизнь. Я ее знаю, о ком она писала. Очень чистому, возвышенному человеку. Понимаете? Вот кому вы посвятили свою жизнь? Человек добрый, порядочный, деликатный, циничный и фальшивый. То, что я сказал сейчас, это все снаружи. У нас внутри цинизм. Он циник, он предал вас. Я вижу, как он вас бросил. Там не было никакой причины. Ну, немножко вы эмоционировали, ничего страшного. Каждый мужчина видит, как женщина, эмоции себя ведет. Ничего страшного. Ну, на самом деле, сначала начал встречаться с этой девушкой, а потом вас бросил. Это цинизм. И вы отдаёте ему жизнь свою. О чем бы человек не помнил, туда вот уходит его жизнь. Почему вы отдаёте вот этому человеку свою жизнь, скажи? Нет более благородных людей? Я думаю, что есть, намного лучше есть. Ну, тогда так есть Бог вообще, который лучше всех людей на земле. Я просто иногда думаю, что в каждых семьях есть трудные ситуации и сложные какие-то моменты. У вас дети есть? Нет. Он и не хотел. Ну, это тоже цинизм. Взять женщину замуж и не хотеть детей. Ну, какое право мужчина имеет – хотеть, не хотеть. Дети – это для женщины делается. Ты наслаждаешься женщиной, женщина наслаждается ребёнком. Чего ты ей не даёшь ребёнка? Почему? Потому что это цинизм. Да. Не уважает свою жизнь. Я? Да. Иногда я не понимаю, что я здесь делаю. Я вам объяснил это, да, что вы не понимаете. Я вам объясню, что вы здесь делаете. Вы просто маетесь до тех пор, пока они поймёте, что надо научиться молитве по-настоящему и плакать по Богу. Хотите, чтобы Он проявил себя перед вашими глазами. И вы почувствуете облегчение, счастье. Любовь к Богу приходит, приносит радость, понимаете. Человек становится немножко сумасшедшим, когда он чувствует Бога, начинает смысл своей жизни понимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова